Народный контроль провел очередную контрольную закупку. На этот раз проверяли условия хранения и соблюдение правил реализации скоропортившихся товаров. В сфере внимания контролеров оказался юго-западный рынок столицы. Здесь внимание привлек ларек с молочной продукцией. Еще до появления участников рейда в мини-магазине образовалась огромная очередь. Привлекает покупателей, как выяснилось, сравнительно невысокая цена и то, что молоко здесь можно купить на разлив. Проверив все документы, контролеры взяли образцы молока и творога на проверку. Проверили и торговый ларек на остановке Чернышевского. Нарушения на каждом шагу. Холодильник с мороженым не размораживался месяцами. Свежая рыба хранится вне всяких правил, а сухие закуски стоят на солнцепеке. На изделии из мяса проверяющие не нашли срока изготовления. Впрочем, и само изделие непонятно как появилось. Отсутствуют документы на покупку. Что же это такой за таинственный производитель? Сколько мы не закупили в каких торговых точках? Документов нет. Образцы скоропортящихся продуктов будут отправлены в Роспотребнадзор для проведения микробиологического исследования. Результаты будут готовы через три недели. Однако уже сейчас можно составить список основных нарушений, которыми грешат предприятия торговли. Нет элементарных ветеринарных свидетельств, справок ветеринарных. Народный контроль сейчас смотрит, какая продукция легального производства или нет. Потому что очень много продукции, которая не подтверждена какими-либо документами. Значит и производство ее, и реализация осуществляется незаконно, не уплачиваются с этого налоги. За реализацию нелегальной продукции предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей. Сведения о всех нарушениях будут направлены в соответствующие инстанции. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика.